Добрый вечер, мы продолжаем сегодня урок по поводу скромности и гордости, который мы начали по книге Рота Кодыш, Раба Кука, Ильша, на прошлой неделе, сегодня мы это завершим. К сожалению, как я сказал в прошлый раз, мы перевели только немножко, хотелось бы всю главу, но пока будем довольствоваться тем, что есть. Итак, в прошлый раз мы сказали, что и гордость, и скромность должна присутствовать в какой-то пропорции, и когда пропорция или порядок неправильный, то получается либо неправильная гордость, либо неправильная скромность, что такое плохое. Что у нас осталось, чего мы коснемся сегодня? Это ситуация, когда гордость – это хорошая и классная штука, а также мы в прошлый раз как бы сказали, что скромность – это не такое уничижение совсем. Сегодня мы коснемся также полезности уничижения тоже. Что может быть, вот нам Таня сказала, что все-таки человек должен иметь себя, принять кого-то над собой. Давайте поэтому на сегодня перейдем к тексту, и так мы завершим. Конечно, мне кажется, что эти отрывки, они, конечно, и сами по себе стоят, но их слышать и учить без прошлого урока, мне кажется, не совсем правильно. Корень гордости, великой святости. И это святая гордость. Мы гордимся Всевышним, Богом Великим, который назван в Торе мечом гордости нашей. Гордимся вместе со всеми мирами, со всеми созданиями. Ведь все мы творения Бога Живого, все мы связаны в свете Совершенной Высшей Жизни, но в конце все будет связано вместе с жизнью Всего. Как велик прекрасный отбрик источника жизни миров, изливающийся потоком на все сущее. Гордимся мы гордостью Бога. Гордость Бога – это источник скромности, источник мира, огонь пожирающий, истребляющий всякое зазорное, загрязнение, грубости, разделение, всякие нечистоты, идей, всякой слабости, отупения. Свет Бога воссиял нам силой векования. Бог был моим спасением. Единственное замечание, которое я хотел сказать, до того, как мы начнем это разбирать, вот это предложение. Все мы связаны в свете Совершенной Высшей Жизни, ибо в конце концов все будет связано вместе с жизнью Всего. Жизнью Всего, если я не ошибаюсь, на ибрите, это намек тоже на Бога. Хе, Коль. Так, есть место, где хорошо и правильно гордиться. Мы можем гордиться нашим Богом. Мы можем гордиться вместе со всеми творениями. И это хорошая, правильная, верная гордость. И это такая гордость, которая в правильном своем применении, она приведет нас к правильной же скромности. Здесь написано, гордость Бога – это источник скромности. И одновременно с этим, да, это огонь, пожирающий всякое загрязнение, грубость, разделение, чистота идей, слабость и отупление. Для этого нужна гордость, нужна сила. Итак, что здесь? Для меня самое революционное здесь – это первое предложение. Корень гордости великой святости. То есть, оказывается, то отрицательное качество, которое мы все любим пинать, ругать и говорить, гордость – это плохо. Гордиться – это очень плохо. Гордиться – это плохо. Оказывается, что корень этого свойства, он очень высок. Он в великой святости. Не просто там где-нибудь. Теперь. Если мы эту идею воспримем, то окажется, что это оходит. Это же так просто. Ну, конечно. Мы же говорим про Бога. Мала Коля Рацквудо. Но вся земля не вместит его величие. И величие – это в данном случае уважение, как бы сказано. Вот именно Ашем Геутловеш – Всевышний одевается именно в Вознесение, в гордость. И мы обнаружим, что слава Всевышнего, гордость Всевышнего, уважение Всевышнего – это практически цель творения. Творение идет к тому, чтобы слава, гордость Всевышнего разлилась по всему миру и было принято всеми. То есть получается, что если это правда так, то действительно корень гордости очень высок. Это как мы сотворены по образу и подобию, то нам, конечно, хочется и себе немножко гордости и величия. Но, несмотря на это, оказывается то, что Раф пишет, что корень гордости, он очень высокий. И нужно правильно пользоваться. Нельзя гордость взять, затоптать и выкинуть за ненадобность. Это плохо. Как всегда. Более того, есть ей великое поле применения. Гордиться и восславлять Бога. Так, давайте еще раз вернемся к нашему. Корень гордости – великой святости. И это святая гордость. Мы гордимся Всевышним, Богом Великим, который назван в Торе мечом гордости нашей. Гордимся вместе со всеми мирами. Кстати, есть еще пример положительной гордости. Допустим, личная гордость, она считается отрицательной. А национально считается положительной. По крайней мере, еврейская национальность. Есть также Валахейта, тоже упоминается. Допустим, человеку, когда против него сделали, его оскорбили, унизили, человек может простить своего обидчика. И это считается положительным, положительным поведением, правильным, не отвечать своему обидчику. То есть, я имею полное право ему ответить. Но если я ему не отвечу, то это мера праведности, и так стоит себя вести. А допустим, царь, который тоже хочет простить своего обидчика, еврейский царь, да, сказано ему, что он не имеет права простить. И царь, он отождествляется с национальной гордостью. То есть, есть какие-то углы нашей жизни, где быть слишком скромным – это недостаток, а быть гордым – это то, что требуется. Вернемся к нашему тексту. Гордимся вместе со всеми мирами, со всеми созданиями. Мы все вместе гордимся нашим Богом. И есть чем гордиться. Ведь мы все творения Бога Живого. Все мы связаны в свете совершенной высшей жизни. Ибо в конце все будет связано вместе с жизнью всего. И то, что мы творения Бога, то гордость, которой мы гордимся Богом, немножко попадает и нам, переливается. Так как мы все творения, такого великого Бога, которым подобает гордиться, то можно немножко гордиться и собой, всеми творениями, всеми мирами, которые Всевышний создал. Вот именно в таком правильном порядке источной гордости и сам Всевышний. Это попадает нам, и мне, и соседу. А не мне за счет соседа. Все мы связаны в свете совершенной высшей жизни. Но в конце все будет связано вместе с жизнью всего. Со Всевышним. То есть сейчас мы от Него оторваны. Мы сейчас развиваемся. В конце концов, мы обратно прилегаемся к Богу. Будем к Нему. С Ним связаны более крепко. Есть чем гордиться. Как велик, прекрасный отблеск источника жизни и миров. Это опять Бог. Изливающийся потоком на все сущие. То, что изливается, это отблеск источника, чтобы не сжечь все. Но это величие, красота и гордость. Гордимся мы гордостью Бога. Теперь здесь вы мне поможете, потому что здесь я не до конца понимаю. Гордость Бога – это источник скромности. Видимо, то, что мы учили раньше, на основе этого конь великий, и я вижу, какой я маленький, но здесь мне не до конца понятно, как гордость Бога – это источник скромности. Но, даже если и не понятно, это та гордость, которая, если она правильная, она производит правильную скромность. Источник мира. Гордость личная – это источник, конечно, вражды и войны. Гордость Бога – источник скромности. Это источник мира. А также, это огонь, пожирающий, истребляющий всякое загрязнение, грубости и разделения. Это нам грубый намек, что нам пора возвращаться к нашей книге «Урод от Шува». Потому что в книге «Урод от Шува» есть очень похожая идея, которая говорит о том, что когда я думаю о величии Бога, у меня с ней сходит божественный свет. И в свете этого света все мои недостатки более выделяются. человек начинает сочувствовать плохо и быстренько бежит делать шуву. Потому что недостатки, которые, они не стали больше. Они такие же, как они были раньше. Но из-за того, что человек подумал о величии Бога, он уже удостоился божественного света, и в этом свете все его недостатки стали проступать. И, соответственно, человек бежит их исправлять. Так ему очень становится неудобно, больно, неприятно этих недостатков. То раньше ему не сильно мешали. И вот здесь раб тоже нам говорит, мне кажется, очень похожую идею, о том, что гордость Бога это огонь, пожирающий, истребляющий всякое загрязнение грубости, разделения, всякой нечистоты, идеи, всякой слабости, оплепления. Это недостатки, в которых нужно делать шуву. Свет Бога бы сиял нам, сила и ликование. Бог был вне спасения. Сила, гордость. Это не ругательное слово, это хорошее удовлетворительное слово. Остановимся на этом, как мы любим. Делаем небольшой перерыв. И давайте попробуем послушать, что вы скажете по поводу нашего отрыва и перейдем к следующему. Ну, трудно понять слово гордость в позитивном понимании. Только когда ты за кого-то гордишь, ну, кем-то гордишься, тогда это позитивно. То есть, мне трудно это связать на русском языке, это звучит гордость. Ну, гордость за кого-то, это позитивно. А когда человек высокомерен, ну, это как диссонанс. Вот чувство собственного достоинства, если я это в виду, тогда это уже, или вот в американском варианте, амбициозный. То есть, он не скрывает своих достоинств. Он говорит, когда надо, что он то-то умеет делать. А других народов, наоборот, стесняются себя презентовать. Поэтому слово гордость, вот, надо разжевать для русского слушателя, мне кажется. Для русскоязычного, вернее. Чувство достоинства, когда мы можем оценить. Да, проблема в том, что Рав пользуется тем же основным словом на основании, наверное, на протяжении всей главы. Гордость, Гава. И на иврите тоже, как бы, нет особенно много слов. Здесь действительно важно, что слово, оно контекстно-зависимое. Иногда это слово несет на себе отрицательную смысловую нагрузку, иногда положительную. А кроме того, у нас в иудаизме, как мы знаем, нет вообще абсолютно отрицательных вещей. Все вещи обязаны быть, у всех вещей мы обязаны идти положительную сторону. Но я, в общем, согласен, да. Теперь, как мы говорили в прошлом романке тоже, именно порядок нам дает возможность и немножко, мне кажется, здесь немножко намеком Рав дал разрешение и собой гордиться тоже. В тот момент, когда источник гордости, его корень, это гордость, мы гордимся Богом, а мы все творения его рук, то как производные можно и гордиться собой. Но тогда не получится гордиться собой лично больше, чем сосед. Потому что сосед тоже творение рук. А если я изначально горжусь собой, то понятно, что как мы учили раньше, все маленькие, я большой, и получается как бы все наоборот. А если Божья благодать восходит на всех, и это источник гордости, то эта гордость даже личная получается исправлена. Вот моя небольшая гордость, которая проистекает и мне кажется, здесь намекают у нас в тексте, что и вот если это такое построение, что сперва 99% гордости, то что я горжусь Богом, этот процентик или два, мне остается гордиться своими действительно реальными достижениями, это нормально, потому что я смотрю, ну как бы я вместе со всеми творениями горжусь Богом. То есть я не возгоржусь над кем-то, а я действительно как-то горжусь своими реальными достижениями, но мне не нужно для этого применьшать кого-то другого. Наоборот, мы все получаем удовольствие, какое-то отражение от великого высшего божественного света. И тогда это вот применение гордости, оно очень хорошее, позитивное и правильное. Да, конечно, нашли. Я пыталась вспомнить, где это. Это Маяковский, я хотела процитировать его в качестве иллюстрации. Я в восторге от Нью-Йорка города, но кипченку не зерру свиска. У советских собственная гордость, на буржуев смотрим свысока. Классическая иллюстрация к тому, что моя гордость заключается в том, чтобы смотреть на вас свысока, не важно, что у вас высокие дома, достижения, а у меня собственная гордость. То есть, непонятно, на чем она основана, но она моя вот зато собственная. То есть, это просто полная противоположность тому, о чем Рав говорит. не за счет, наоборот, я горжусь тем, что я часть чего-то большого, божественного плана, например, и возложенной на меня миссией, может быть, при этом это совершенно не из-за того, что мне нужно кого-то принизить для этого. Нет, отлично, Смирковский, очень хорошо. Кто-то еще хочет что-то добавить или вы хотите продолжить? Я вспомнила такой есть хасидский рассказ, это, кажется, про Баальшимтова, но я не уверена, но, по-моему, когда умирал Баальшимтов, его ученики спросили, как мы узнаем, когда ты уйдешь, как мы узнаем, кто настоящий учитель? И он им дал такой ответ, что вы его спросите, как победить гордость, и если он вам на это ответит, то, значит, это не он. И они пришли к, по-моему, Магеду из Межерич и задали ему этот вопрос, на что он ответил, что гордость победить невозможно, потому что это качество Всевышнего. И процитировал вот этот самый пасук Гашем Малах, Геут Лавеш и так далее. Ну, в общем, они поняли, что он настоящий учитель. Отлично, Нехама, отлично, Сихо, Сихо, извиняюсь. И я хочу здесь сказать, немножко развернуть эту тему, что я слушаю, при первом прослушивании, в первой половине складывается впечатление, что гордость победить нельзя, потому что такое вот ужасно противное, очень нехорошее свойство, и его победить вообще никак нельзя. Ответ переворачивает все с ног на голову, говорит, его не нужно побеждать, потому что это классное, хорошее свойство, его нужно только поставить нужное место. Да, и вот из опыта жизни, к сожалению, приходилось несколько раз по жизни сталкиваться с людьми, которым для того, чтобы ощутить вот эту собственную значимость или гордость, приходилось постоянно кого-то унижать, других людей, и это очень печальное зрелище. надо сказать, и тоже противоречит тому, что настоящая гордость человека тем, что он. И просто иногда видно людей, которые совсем идут противоположным путем, как они с тобой разговаривают, какое уважение оказывают, как выслушивают, и так далее. и в частности Рав Кук, вот тоже известно, что он был очень внимательным людям, которые к нему приходили, сам Рав. Спасибо, Нехама. Кто-то что-то еще хочешь сказать? Но здесь подходит человек звучит гордо? Ну, то есть человек... Нет. То, что мы вкладываем в человека, как потенциал его... Я объясню, почему это здесь не подходит. Человек звучит гордо. Это мировоззрение, которое ставит человека в центр. Человек звучит гордо. Соответственно, мы имеем три мировоззрения. Одно ставит человека в центр. Это как это либеральная человеколюбивая идеология. Это либерализм. Человек в центре. Гуманизм. Гуманизм, да. Не-не. Гуманизм или либерализм. Да, безусловно. Человек в центре. Человек, он мерил всех вещей, он мерил всех ценностей. Человек в центре. Другая картина мира, когда Бог в центре. Человек на периферии. Допустим, в исламе. Правильная еврейская позиция. В центре человек вместе с Богом. в центре диалог человека с Богом. Это то, к чему мы стремимся. Соответственно, когда у нас находится либо только человек, либо только Бог, в центре есть большие минусы. Если только человека нет Бога, это уже та самая гордыня, занимающая все пространство, которое не есть. Хорошо. если только Бог в центре, то человек оказывается никто. Должен подчиняться непререкаемой авторитет такой, и человеку не остается ничего, кроме как это да, господи. Соответственно, правильный подход, это когда в центре диалог человека с Богом. Соответственно, конечно, для этого нужно повзрослеть. Поэтому, мне кажется... Это комментарий, это комментарий, если понимаете это, что вы сказали на том, то можно и согласиться с этой фразой, что человек звучит гордо. То есть заложенный в него потенциал стать человеком, быть человеком. Соответственно, все зависит от контекста. Да. Что требовалось доказать? Хорошо. Но вот смотрите, там написано в первой фразе, что корень, как там, корень гордости великой святости. Но, мне кажется, все в... Я ее объясню. Корень гордости великой святости нам Раф переворачивает голову. Гордость по-нормальному правильно воспринимается как как отрицательное свойство. Раф говорит правильно. Гордость по-простому это отрицательное качество души частного человека. Абсолютно верно. но знает, как сказал нам Ширель, попытки полностью сломать и истребить гордость это неверное направление движения. Потому что гордость она не просто так. У нее очень высокий корень. И этим нужно правильно уметь пользоваться, и тогда гордость будет классной. Да. Корень гордости великой святости. Раф нам переворачивает как бы обычное восприятие что гордость это плохо. И действительно в реализации по-простому когда мы встречаем гордость на нижнем уровне грубо это плохо. Раф говорит да, но знай корень очень высок. И неправильно это просто отрезать, а правильно это наоборот правильно воспользоваться. Потому что это такая сокровищница которая выбросит очень неправильно и жалко. Извиняюсь данных я хотела вот потому что вы говорите что это стандартный взгляд более чем стандартный взгляд. Мой монет в предисловии к Мишне Авод то что называется восемь глав это как бы основа одна из основных таких философских базовых вещей которые он написал. Он там говорит о золотой середине что человек должен найти правильное соотношение между различными крайностями расточительством и экономией и так далее. Просто в любом человеческом качестве ты должен сказать я не хочу этот длинный разговор что имеется в виду но так или иначе он делает одно исключение кроме гордыни. Вот в гордыне иди до самого края уменьши ее как можно. То есть это не просто так. В отношении именно гордости он провозглашает что чем меньше тем лучше. В отличие от других свойств. Возможно на определенном этапе развития человеческой личности это и верно. Но Рам хочет нас продвинуть дальше как я понимаю. По-моему Рам про гнева еще говорит. О а давайте я спрошу вас вопрос всех. а противоречит ли отрывок Рав Кук который мы сейчас прочитали Рам Бам Кук который Нихама сейчас упомянула. Мы можем делать у кем-то но я не думаю что это однозначное решение. То есть бывает такая гордость бывает сякая. Такую лучше совсем уничтожить. А как предложение которое мы сейчас прочитали. гордость Бога это источник скромности. Ну тогда получается что это правильное гордость. Нет я не горжусь сам собой я горжусь Богом обязан ли Рам с этим спорить. мне кажется я что хотела сказать что есть такое представление ну я как бы конечно на очень поверхностном уровне знакома с этими идеями но тем не менее есть такое представление что вещи которые в нашем мире называются клипой то есть считаются какой-то особой нечистотой от которой нужно отдаляться то есть связано с чем-то запрещенным или с тем что чем-то ну то что мы традиционно считаем плохим все эти вещи они имеют наверху очень высокий источник и источник их даже выше чем источник тех вещей которые здесь считаются хорошими являются хорошими то есть возможно где-то вот эта вот идея что источник гордости он настолько высок и из этого вообще-то логично должна была бы вытекать следующая мысль и поэтому здесь на нашем мире гордость является настолько нехорошим и плохим как бы качеством вот но вывод делается другой и мне кажется что вывод революционный и что Рав Кук на самом деле и Рамбом это разные все-таки взгляды вот то есть как бы Рав Кук верит в человека который способен из этой вот клипы вытащить свет вытащить эту святость которая есть в этой идее гордости то есть в этом есть какая-то очень большая дерзость потому что с точки зрения Рамбома получается как бы человек слишком слаб для того чтобы браться за такую большую клепу в которой заключен столь великий свет и поэтому он говорит что нужно держаться от этого совсем далеко я согласен я согласен с вами Ширей а тем не менее я утверждаю то что я сказал я совершенно не вижу что одно другому не противоречит можно увидеть картину с этой стороны и можно с этой я согласен что вы сказали но я здесь не вижу противоречи Рамбома с Равом то есть опять-таки Рав видел Рамбома и ничего ему не обязан скажем так он вполне может себе позволить выставить такую идею с Божьей помощью у нас история мудрецов которые спорят друг с другом и так далее это нормально можно добавить но я не сравнивать а хочу просто мысль такая у меня пролетела ну вот эти благовония составах да как это называется одним словом в торрец в торрец в торрец в оскорении в оскорении да там должен быть элемент который вонючий вонючий да да вот мне кажется гордость она была она очень концентрированная ее должно быть мало но она должна быть ее нельзя выбрасывать вот мне что-то такая идея промелькнула пока вы говорили еще на вот гордость Бога я вот восприняла что это именно его гордость а оказывается вы объяснили что это гордость за Бога или Богом то есть когда я горжусь им вот это слово гордость Бога это как например я скажу чашка Тани поэтому тут я не знаю как наверное там что-то надо лучше добавить чтобы понятнее было гордость Бога давайте вернемся к тексту я немножко обиделся вы говорите что я это объяснил смотри еще написано мы гордимся всевышним Богом великим гордимся вместе со всеми мирами со всеми созданиями мне кажется написано здесь черным по белому что называется мы гордимся Богом там дальше гордость Бога это источник скромности до дальше есть раньше раньше однозначно написано что мы гордимся Богом ну как-то мне воспринимается что это принадлежит ему а не то что я горжусь им это ему и принадлежит кому еще это ему конечно объясняете что я горжусь им то есть это мое осознание гордость это свойство которое принадлежит и мой что это имеется ввиду что Бог тот единственный кем можно действительно реально гордиться ну я так поняла но потом вы в объяснениях объяснили, что это я горжусь, что он есть, и что он такой, и все прочее. И в этом моя скромность. Я не вижу абсолютно никакой здесь. Может быть, это, спрашивают, гордость, это чувство, как бы, которое Бог испытывает, свойство Бога, что он надевает на себя. Бог гордится, он единственный субъект, который может позволить гордиться. Это две стороны одной и той же медали. Он его одевает, это одеяние. Одеяние это, как бы, по некоторым образом публистическим. Это наш мир, во что он одевается. Наш мир называется мир одежды. Это проявление его. И проявление его в этом мире это гордость его, и наша за него. Это, мне кажется, с двух сторон. Да, я согласен с другом, абсолютно верно. Ну, комментариях понятно. Но когда читаешь, то можно понять не так. Нет, 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 ваше понимание. Это же правильно. Гордость принадлежит Богу. Это верное понимание. Ну, надо расшифровать. Здесь же написано, без комментариев, что мы Богом гордимся. Но он гордится всем, тоже за кого-то, получается. И в этом скромность. Если мы за кого-то гордимся, это тоже наша скромность. Ну, прекрасно, да, да. Я вот, я думаю, вы правы. И его скромность может быть в этом тоже. И наша скромность в этом тоже. Можно немножечко скажу? Ну, есть такая ведь идея, что везде, где мы находим величие Всевышнего, мы находим также скромность его, да? Вот. То есть вот для меня это как-то очень перекликается с тем, что его гордость является источником скромности. То есть он настолько велик, он настолько горд, что он может позволить себе, ну, как бы человеческим языком говоря, унизиться настолько, чтобы, ну, скажем, управлять какими-то процессами, ну, совершенно там, с точки зрения человека, ничтожными, и даже какими-то, может быть, грязными и так далее. То есть его гордость это выдерживает. То есть его гордость настолько... Я, кстати, употребляю слово гордость в позитивном смысле, и для меня это очень естественно и хорошо. И наоборот, когда говорят скромность в позитивном смысле, у меня всегда есть небольшой вопрос. Просто разное восприятие у людей. Отлично, хорошее, здоровое восприятие. Здорово. С вашего позволения, перейдем к следующему отрывку. У нас уже время немножко поджимает. Отрывок тоже очень важный. Он нам говорит, с одной стороны, ситуация, которая есть, а с другой стороны, ситуация, которая будет. И вот эта другая сторона, она тоже очень важна для нас, которая на сегодня. Итак, следующий отрывок. Петрорук 12. Смирение. Как вы помните, мы сказали, что смирение, это там вот не очень хорошо, не совсем самое нужно там, отмерять тоже его аккуратно. Ну вот, по-моему, Таня сказала, что совсем без смирения тоже человек, который не может себя совсем усмирить, это тоже не совсем человек. И здесь Раф согласен. Итак, читаем. Призывающие искать таких идеалов, духов, постижения мира, в которых нет смирения, чтобы человек был полон мужества. И через это приходящие к неверию совершают ошибку в плане морального. Мне кажется, Раф здесь намекает и немножко критикует еврейских первопроходцев, которые были полны силы мужества, но сбросили с себя вот этот вот вид еврея-изгнания, который забитый, который бессильный. Они хотели приобрести силу, поэтому сбросили с себя вместе с соблюдением заповедей этот вид еврея-галутного для того, для правильного достижения мужества, силы. И через это приходящие к неверию совершают ошибку в плане морали. Ведь без смирения человек не устоит против одолевающих его дурных наклонностей, которые питаются его же духовной силой. Ты хочешь мужества и силы? Нет проблем. Но от этого же источника мощи будут питаться твои дурные наклонности, страсти будут бурлить. А какой силы ты хочешь укротить, если ты не умеешь усмирять сам себя? Как ты усмиришь свои страсти? Именно с помощью смирения перед Всевышним, который есть источник святого совершенства и блага, смиряется зло. Зло можем смирить? Только смирением тем, что мы сами себя смиряем, уничижаем перед Богом. И чистая мораль получает возможность перейти из потенциального состояния в действие. Мораль реализуется с помощью того, что я себя смиряю перед Богом, честно, тогда я могу победить свои дурные наклонности. Так как мы хотим силы и мужества, то тогда дурные наклонности будут питаться оттуда же, еще будет доставаться как-то больше кусок от этой силы. За ней смогут человека повести за собой. Тем, чтобы их победить, не выбрасывая мужество и силу, она нужна. Нам нужно уметь пользоваться противоположной силой, смирением, смирением перед Богом. мурав себя сразу же ограничивает и начинает идти по тем положим стороны. Однако, если человек действительно уже очистил всю свою сущность настолько, что нет в нем примеси зла, тогда он находит величие Бога только величию славы. Такой страх перед Богом венчает его достоинством и великолепием и вселяет в его душу гордость, в которой нет никакого сравнения с проявлениями души без влияния высшей божественной святости. Я пытаюсь объяснить, что я увидел в этом тексте на иврите. Помните, мы говорили про образе Бога? Что нам делает, как мы себе видим, воображаем, представляем себе Бога? Так вот, когда есть в душе человека зло и настолько, насколько есть в душе человека зло, то представление величия Бога, которое внушает страх, простой животный, естественный страх, оно нужно, оно правильно. Настолько, насколько есть много зла в моей душе, настолько представление Бога устрашающее, оно верно для того, того, чтобы приструнить зло в моей душе. И наоборот, чем человек чище, чем зла в душе меньше, тем представление Бога устрашающее должно уступить свое место представлению Бога возвышающим. Возвышающим. И наоборот, представление Бога устрашающее будет вызывать в душе только неприязнь. Не из-за того, что человек он такой грешник или плохой, а именно из-за того, человек он хороший, уже очистился. Это очень важно. И тогда страх Бога пропадет совсем. Представление о божественном не будет никак совсем вообще как-то затрагивать вот эту струну страха в душе человека. А наоборот, вселяет в его, если человек он же праведный, он же очистил свою душу, то вот этот вот трепет, это вот величие Бога, да, это вот на еврейском видим, что трепет перед Богом, это страх перед небом. Это уже не будет страха совсем. Это будет ощущение величия, это будет уже та самая разрешенная, правильная гордость самого человека. И, конечно, эта гордость никак не может быть сравнена с обычной гордостью, которая отрицательная восхозь. И такой страх перед Богом, мне кажется, так правильно было, вы знаете, венчает его достоинством великолепия и вселяет в его душу гордость, которая нет никакого сравнения с проявлениями души без влияния высшей божественной святости. Человек настолько мощный, настолько великий, настолько совершенный, что нет никакого сравнения вообще с человеком без этой божественной святости. То есть человек должен вырасти, повзрослеть, стать человеком, как-то, таинство, человек звучит гордо, и тогда на вот это вот человека с большой буквы сверху добавить трепет перед Богом, человек станет еще гораздо более великим, несравненно более великим, чем просто человек это звучит Богом. Давайте еще раз наш последний отрывок. Именно с помощью смирения перед Всевышним, который есть источник святого совершенства и блага, смиряется с Богом. И чистая мораль получает возможность перейти из потенциального застания в действие. Однако, если человек действительно уже очистил всю свою сущность, соответственно, человечество тоже. Настолько, что нет в нем примеси зла, когда он находит величие Бога, только величие и славы, а не страх. Страх перед Богом исчезает. И такой страх трепет венчает его достоинство и великолепие, а не принижает, как раньше. И вселяет его в душу гордость и склонит никакого сравнения с приявленными души без влияния высшей божественной святой. Что у нас было вначале? Человек должен себя принизить перед Богом, бояться Бога. А что у нас будет в конце? А в конце он придет к тому, что не нужно бояться. Но для этого нужно зло из себя выковырить. Полсекунды я закончил. Как всегда, Ваше слово. А вот это не совсем понятно. Нет же прямой связи. Тот человек, которому много зла в душе, вовсе не значит, что он боится Бога. Наоборот, в Танахе как раз это к нехорошим людям применяется такое понятие не бояться Бога. Я не сказал, что он боится Бога. Не-не-не-не-не-не. Я хочу понять связь. Есть ли связь? Человек нехороший. Хорошо ему, чтобы он боялся Бога? Или это как-то происходит в душе все же? Хорошо ему, чтобы он боялся Бога. Но он не боится. Это проблема, да? Это проблема. И словосочетание бояться Бога имеет здесь абсолютно приземленный грубый смысл. Бояться Бога, как бояться Волка, как бояться того, что тебя утопят в аду в большой сковородке с огнем. Просто бояться простым страхом. А чем меньше зла в душе человека, тем правильнее эту боязнь Бога меняет на трепет. А в конце концов, от боязни Бога не остается ничего. И совершенному человеку не нужно и неправильно бояться Бога. Откуда он узнает? Он может себя считать совершенно совершенным и при этом быть последним не последним, но каким-нибудь не очень хорошим редиской. А здесь у нас написано. Здесь у нас написано. Мы его спросим, дорогой человек, а как ты представляешь Бога? Тогда он находит величие Бога, только величие и слава. И человек начинает рассказывать, как Бог великий, большой, сотворил весь мир, все планеты, все галактики, все человечество. Что на человека это произойдет на его душу? Злодеи начинают бояться. Он начинает бояться? Он обычно от себя эти мысли о Богу отталкивает. Не хочу про это думать, как это доживем там, попадем после смерти, встретимся с Богом, там мы разберемся. И вы сейчас не тяжелите мысли. Но вот если припереть в угол и вот давай сейчас подумаем о Боге. У него от мысли о Боге будет страшно и неприятно. Это хорошо. Но я думаю, что это идеально. А если в тот же самый угол зажать хорошего человека, а как ты себе представляешь Бога? Ну, на самом деле, это какая-то идеализация, ситуация. Сколько мы знаем всяких продажных раввинов, и не будем на них показывать пальцем, которые прекрасно проповедуют очень красивые слова про величие Бога, в реальной жизни могут вести себя очень предосудительно, скажем так. Я с вами не спорю. Я с вами не спорю. И как это согласуется? Это внутрь, идет внутрь, это внутрь, не снаружи, что я говорю. Я понимаю, да, но они прекрасны. Как величие Бога у него транслируется внутрь может быть они и боятся на самом деле, я не знаю, но как-то я реально не важно. Мне кажется, какому человеку реальные мысли о Боге они неприятны. Реальные мысли о величии Бога ему неприятны. Он знает, что он себя ведет несоответственно. Говорить он может любые слова хорошие или нехорошие это не важно, но внутри он однозначно у него Бог, он это самое маленький, когда смотришь их сдубили. Ну, это нам так хочется думать, а на самом деле я боюсь, что это не так. Просто я знакома несколько, к сожалению, при скорбных случаях раввина, один даже в нашем поселении был, очень известный раввина, большой человек, ну, там случилось то, что случилось, женщина не хочет, чтобы об этом разговаривали, его просили покинуть наше поселение, но куча учеников продолжала у него учиться, и он с таким же успехом продолжал говорить им о величии Бога, и все, такое совершенно абсолютно... Это самая история в концернитурах, там сейчас переехал из Сфата тоже один такой, шмурили я выгнал, но вот сейчас он по коему-то все не достиживает, по коему-то приехал его семья. Ну, в общем, таких случаев, к сожалению, довольно много. То есть, на самом-то деле, я подозреваю, что такие люди, они вообще просто для них, может быть, и нету Бога вообще, они просто этим занимаются как-то... Ну, я не знаю, тем не менее, это их не пугает, вот в чем я хотела сказать. Не пугает ничего. Вот тот мужик, который, вы говорите, который сидит, который не просто так, а он... Ну, не важно. Одна женщина там была, целая куча, там другая такая-то какая-то... Ну, в общем, писали что-то... Я уже тогда тоже там несколько лет назад это было у нас, поселение. Я пыталась представить себе как такой большой человек... Ну, ты не знаешь, как это там... что у него внутри происходит. Может быть, он просто не верит, а это просто его способ... Какое-то самое... Ну, когда большие... Ладно, я... Нехама, я думаю, что это большая... Ну, как, противосила здесь, ну, как бы, когда ты много знаешь, много учишь других, то это... большая ответственность и большое испытание дается, чтобы подняться на следующий уровень. И может, человек не справляться, но и... Всевышний Милосерден ждет, когда человек... среагирует... Ну, я не знаю, там, на самом деле, с этим Равом, который покинул нашу, я не интересовалась, что с ним дальше, просто мне потом несколько раз рассказывали, что у него есть... И не он один, есть еще другой известный Равин, тоже очень, он гораздо более известный, чем конкретно Рава нашего поселения, тоже не хочется о нем говорить, и куча людей продолжали у него учиться, несмотря на то, что, в общем, было всем известно, что он поступал очень нехорошо. Ну, и он совершенно спокойно... С ним договорились, что он не будет преподавать, и никаких судебных преследований против него там не хотели затевать, а он спокойно продолжал преподавать. Когда человек продолжает преподавать, он уверен, что у него прекрасное отношение со всем миром, не знаю, с Богом или с кем, никого он не боится. Я вас понял. Спорить мне не хочется, глава не знаем. Я хочу вернуться к нашему отрывку, если кто-то хочет отнестись к выученному тексту. Ну, я что-то вот подумала, Натан, 1.26 решит о том, что создадим человека в образе нашем, по подобию нашему, и властвовать будут они. над рыбой. Ну, рыба и птица, это я имею в виду те силы, которые есть у нас, которые нужно в нужное направление направить. я абсолютно согласен, конечно, очень здорово. И вот это мы создаем вместе, вот о чем вы говорили, диалог человека и Всевышнего. И в этом мы подавляемся образом, мне кажется. И дарамам... чтобы властвовать, тебе нужна гордость, ты не можешь властвовать. Да. То есть, опять-таки, это положительное место для гордости. Абсолютно верно. Здесь мы сейчас говорим, да, то есть, но здесь мы сейчас говорим, наоборот, не про гордость именно, а именно про смирение, что совсем без смирения тоже плохо, но здесь сразу говорят, что смирение нам нужно настолько, настолько, постольку-поскольку в нашем душе есть злое начало. И чем больше мы его выдавливаем, тем более надобность в смирении отпадает и в страхе. И это очень, мне кажется, положительная, оптимистичная очень нота, именно динамика, развитие. Мы приходим с этого состояния, говорим, человеку без смирения совсем невозможно бы жить. Несмотря на то, что он хочет выбросить смирение, чтобы получить что-то хорошее правильное от жизни, мужество, но это аккуратно Раф говорит, смотрите, тут ошибаешься, моральную ошибку делаешь, потому что проблема не в самом неверии, а в том, что ты не сможешь ничего противоставить своим дурным порывам. Но знай, что это не в общем неправильное направление. Это правильное направление, куда мы в конце концов придем, потому что человек, который себя очистил, или общество, которое себя очистило, действительно уже ему не нужно смирение в таком понимании, ему не нужен страх грубый перед Богом уже вообще. Это абсолютно верно. То есть, эта динамическая составляющая от сюда туда, она мне здесь очень импонирует, и она очень сильно присутствует вообще в своем творчестве, именно взгляд динамичный. Хорошо, что было раньше, что сейчас, а что будет завтра. Вот этот взгляд тоже, большой взгляд, часто говорит, большой взгляд, который охватывает много, динамика. Хорошо, вот сейчас ситуация плохая, такая динамика. Что было тысячу лет назад, что будет тысячу лет назад, куда это все движется в глобальном плане, это очень дает оптимистичность. Вот поэтому, собственно, как бы у меня и было сомнение, насколько это работает в отношении отдельного человека, но нет сомнения, что в отношении общества это вот должно работать, я думаю. Я согласен. Несмотря на то, извините, не смотря на то, что Вейтас отрывал говорить в единственном числе, абсолютно ясно и понятно, что то же самое применимо и общество тоже. Я хочу сказать, что на самом деле, вот как бы сейчас еще перечитали раз этот отрывок, и мне кажется, здесь совершенно четко указано вот на то, почему бывает, что человек великий в Торе и какими-то другими великими достижениями тем не менее может быть аморальными. То есть, ну мы можем только предположить, потому что на самом деле, конечно, нельзя ответить, наверное, в каждом случае это по-разному бывает, но можно предположить, что изначально как бы все это не строилось на базисе скромности, вот именно гахнаа, вот смирение. Вот, и получается, что по мере того, как возрастала мудрость человека или там его харизма или еще какие-то качества, также возрастали вот эти вот злые силы в его душе и вот именно вот за счет, питались за счет его мудрости. А поскольку смирения не было от человека, так не было той силы, которая могла это все приструнить и как бы поставить на место. Это же классика, классика про Тору, где сказано, что мудрецы говорят, сказать, это самое, нет, если страх перед Богом не предшествует во мудрости, то мудрость тоже превращается ему в яд, да, в самом амаре. Так это именно сказано. Да, согласен со всеми. Большое спасибо. Будем прощаться на следующей неделе. Да, будем. Большое вам спасибо. Всем большое спасибо. Рава, огромное спасибо. Значит, вчера давайте на следующий урок вернемся к нашей книге, чтобы мы как-то совсем уже ее оставили. Будем делать шиву. Да, да. Будем делать шиву. Тем более, что наш отрывок сегодня нам намекнут, даже из рота ходишь, нас обратно вернули в шиву. Так что нас это выход. Да, там было, и во втором отрывке тоже как бы был намек на шиву. Да, злое начало выговорить и убрать, тогда все будет хорошо. Но постараюсь. Большое всем огромное спасибо. Добрый вечер. До свидания. До побачи. До свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok